МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мазырская авиация совместно с специалистами МНС провела в ученні в лесном масиве. С любовью до малой родимы в Октябрьске пройшла Международная науково-практичная конференция по истории этого региона. А зараз об этом и иншим больше подробно. Аховные экраны, додатковые фильтры, подавжение трубы, шумопаглинальная фарба. На участку трафаретного другу открытого акционерного товариства «Гомельш-Палеры» реализует комплекс мер, ка бзнизить шум и неприемный пах, які йдуть от предприемства. На проведение основных мероприемств было отведено 10 дзен. Такое решение было принято на нараде, якую 11-го соковика провел на вытворчасти старшиня гомельского Аблвы-Канкама Владимир Дворник. Марина Джалая побывала на заводе и доведалася, что за этот час поспели сделать для выражения проблемной ситуации. Разом с представниками інших сродков массовой информации нас ведут на участок трафаретного друку. Вот на этих друкарских секциях установили оховные экраны. Треба было сделать на двух, а выражили на восьми. Дякуючим, газы не будут поступать на працанное место работников. Удосконалили и систему газовыдаления. Так промысловую трубу сделают дальнейшую на 4 метра и покрыют специальной шумопоглинальной фарбой. Ею установят в ближайшие дни. Дякуючи форме новой частки трубы, рассеивание газу будет отбываться на 10 метров выше. По результатам совещания у губернатора были намечены ряд мероприятий. Это изготовление факельного выброса на трубе. Это изменение конструкции воздуховода с применением изолирующих материалов для уменьшения шума. Это применение экранов непосредственно на машине. Пероход на фарбу немецкой вытворчести – еще одна мера по поляпшению экологичной ситуации на предприемстве. Они не вредные краски фирмы «Фольман», немецкая фирма. Это качественные, которые содержат минимальное количество запахов, которые могут образовываться при производстве обоев. И практика показала, что эти краски эффективны. И мы сейчас переходим на закупку только этих красок. На початку наступных годы дня повинны провести выники доследований, о которых провели в Учёной Санкт-Петербургской лаборатории имя Менделеева. Методики, которые тут выкористовываются, нема ни у одной доследшей установки Беларуси. Лабораторные исследования еще в Санкт-Петербургской лаборатории пока не получены. Но по результатам будем тогда рассматривать деятельность фабрики в дальнейшем. Когда мы убедимся, что деятельность фабрики отвечает всем требованиям природоохранного законодательства, будет дана оценка. На 26-е Саковика запланованы пробный пуск участка по вытворчасти виниловых шпалеров. Специалисты сделают контрольные замеры и, разом с выниками лабораторных доследований российских в Учёных, примут решение обмахчивости обновления его работы. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Мазырская авиация совместно с МНС провела плановое, что готовое в Ученне. Под контролем авиационной службы, лесный фонд и экосистемы у сёй Гомельской области. Подробностей в сюжете наших мазырских коллег. Вертолёт МНС умещает до 18 человек. Лётчики-кинозиральники у поветра подымаются разом с воротовальниками. При первом у сдыме вышиня невеликое. Отшиняются зверы, выкидывается специальный трос, и мужчины у яркой оранжевой спецопрацы начинают худко спускаться вниз. У выпадку реально экстренной ситуации миновита худкость и злаженность деянию ущей команды станут выращальными факторами. С 19 по 22 марта проходит на базе Мозырского авиаотделения ежегодная подготовка десантников пожарных, ГАСУ, авиации, МЧС. Здесь находятся десантники пожарные, десантно-пожарная служба Пинского и Мозырского авиаотделений, которые являются наиболее горимыми в нашей республике, где находится десантно-пожарная служба, которая выполняет полеты по тушению лесных пожаров. Тушение лесных пожаров авиацийной техникой лишится самым складанным видом полетного задания. Такие тренировки воротовальники традиционно проводятся на переддне горячего лета. Колькость поветранных рейсов у сезон за опошние годы повеличилась. Полеты начинаются с третьего класса пожарной опасности и уже до выпадения осадков. Но так как осадков последние годы мало, то уже регулярно летаем. За прошлый год налет составил 536 часов, то есть это достаточно большое количество налета. И также мы выполняем работы по охране радиационного заповедника. Заснованные задачи в учению – домогчись зладженности экипажа у поветра и разликов, которые оттушат пожарной земли, справились. До речи, под контролем Мозырского отделения находятся лесные фонды экосистемы ущевой Гомельской области. Уже этим летом плануется провести тестирование распроцовки Национальной академии наук – нового беспилотного летального комплексу. Сучасная техника допоможет успехово змагаться с природными катаклизмами. Катерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. Телеканал Мозыр специально для телерадиокомпании Гомель. Агрономы Гомельской области поступили до сбору ураджаю Нового года. Пакуль правда не в полях, а в теплицах. Первая весновая огородня на огурок показывает неадренную ураджайность. До приклада, брилевские агрономы высокую планку в этом держатся уже 4 года запор. Показчик больше, чем 50 килограммов с квадратного метра. При этом все выращено без выкористания химических речевов. Наступный репортаж с тепличных уходов Гомельского района. Вот они, наши урожаи, наши красавцы. Эти огурчики, которых мы вырастили первые, наши детки наши. Алена Пожарыцкая сбирает первые селетние плоды своей працы. Огородник с 23-годовым стажем, загорочной культурой, працуе усё жице. Дальше к Суббрилёва под эту огороднину отдали 6,5 гектаров тепличных площадей. Больше за полову от усіх иснуючих. На их самые популярные гибриды с лепшими споживецкими якостями. За последние 4 года мы в лидерах по Гомельской области, по Огурцу. И получили 53,6 килограмма овощей с каждого квадратного метра. Работаем с биометодом, с шмелями. У нас вот этот атлет, пчелопаляемый огурец, самый хороший, самый вкусный и урожайный. Огородництвом закрытого грунта тут займаются уже омаль 35 годов. Недавно зарабили реконструкцию тепличного комбината. И он раскинулся на 10 гектаров. Только огурки вырушиваются у двух культурооборотах. Угод воловы сбор тепличной продукции – больше, как 5 тысяч тонн. На нашем предприятии огромное внимание уделяется безопасности и качеству нашей продукции. Внедрена биологическая защита растений, которая сводит к минимуму использования химических средств защиты растений. Зараз собрались выше 200 тонн урожаю. Выборку проводят с праздень. При этом на предприемстве закрытый цикл. От семечки до готовой продукции, якая продается во властной сецы. До того ж полным ходом идёт грузка продукции за межу. А кроме беларусов, брелёвские огурки да сподобы и россиянам. А уже с кроссовика на прилавках побач с огурками з'явятся и первые помидоры. Дарышу структуру экспорту огородняны беларуские томаты займают о май 27%. И в уголе летость уросли на вводстве. Поставки свежей огороднины за межу для краины были наибольшь пробытковой категорией. За пошние пять годов объём экспорту вырос большему три разы. И далейший курс только на повышение планки. Вольга Коновалова, Ганна Ковалева, телерадиокомпания «Гомель» при подтримце АТН. От старожитных часов до сучасностей в Октябрьском пройшла Международная навуково-практичная конференция. Форум присвятили гистории региона. Свои работы представили навуковцы из Беларуси, Украины, Литвы и Чехии. С подробностями наши корреспонденты. Доктор гисторичных наук профессор Валентин Голубев народился и вырос в Октябрьском районе. Навуковец признается, что конференция, присвеченная гисторией родного Рудобельского краю, была его марой. И вот она здействовалася. А доследовать её что? Причем самые разные эпохи – от старожитности до сучасности. Первые упоминания о письмовых крайницах про вёску Рудобелка, якая потом стала часткой территории городского посёлка Октябрьский, относятся до начала 16-го года. Это был богатый край. Полевания, сельские господарки, ромесництва, винокурения приносят высокие доходы мясовым жихарам. Насыщенная была гистория краю и в 20-м ста годзе с 1918 по 1920 подчас немецкой и польской оккупации на территории Рудобельской республики заховывалась советская улада. Ведание гистории своей малорадимой позволяет уповненно глядеть в будущую. Я хотел бы, чтобы дети в школах имели мягчимость с заставниками поглядеть, побачить свою коронимость, свои вёскы. Потому что жизнь начинается не тогда, когда человек народился и пошёл в школу, но жизнь этого региона, населенного пункта, было до нас. И мы должны гонориться и тем, что было, и працевать на перспективу для своих детей, для своей семьи, для своей державы. Международная навыково-практичная конференция «Октябрьский край. Гистория и сучасность» уходит в календарь мероприемства у Совета министра Беларуси «Угод малорадимы». Свои доследования по гистории Рудобельского краю на форум дослали навыковцы с Беларуси, Украины, Литвы и Чехии. Усяго больше за 50 работ. Радует супрацовнику Института Гистории национальной академии наук Беларуси и то, что активную делу конференции приняли и мясцовые доследчики, и краезнавцы. Наш науковый форум дозволяет мясцовым краезнавцам, людям, которые выучают мясцовую историю, рассказать про свои сдобытки, проконсультоваться с науковцами, высветлить все, какие там могли быть недокладности, и разом узгоднить, о каком направлении рухаться. Это вельми важно и истотно, потому что и краезнавство, и историческая наука, и они повинны истиновать в тесном контакте. Потому что краезнавцы – люди зацикавлены в своей мясцовой истории, но они не повинны, значит, губляться, если ходить в некую не науковую сферу, потому что такая риска так само существует. И вот такие науковые форумы, они дозволяются как бы сверать годинники и у ученых, и мясцевых краезнавцев, и, безумовно, это взаимодействие вельми важно и вельми корыстно. Местовые улады разом с выховавчим и науковым бачать и экономичный эффект от конференции. Узбогачение истории краю может послужить драйвером для развития туризма. Разом с фестивалем «Берегиня» науковый форум сдольны стать визитной карткой района. Это действительно не просто интересная идея проводить международную конференцию, так же, как и «Берегиню». Ну, скажем так, чередуя эти события, одно, другая, этнография будет поддерживать историю, история будет поддерживать этнографию. Это все так или иначе будет способствовать развитию исторического и военно-патриотического туризма. В результате экономической составляющего нашего Родобельского края, Октябрьского края, выйдет на новый уровень. По выниках Международной навыково-практичной конференции «Октябрьский край. Хистория и сучасность» будет выдаден и сборник. В перспективе он может стать основой для больше грунтовного выдания по истории Родобельского края. Максим Савин, Евгения Кухаронак, Валерия Гопанько для радиокомпании «Гомель» из Октябрьского района. Лепшие выканавцы и творческие коллективы установ профессийно-технической и средней специальной эдукации выступили на галоконцерте областного этапа фестиваля арт-вокации у «Гомели» с подробностями Ганна Корольчук. Вокально-инструментальный ансамбль «Трыбьют» удельничает в арт-вокациях у «Першыню». Четыре хлопца и девчина с Жлобинского державного профессийно-технического колледжа объедналися у «Гурт» только год назад. После их выступления тяжко поверить, что все яны аматоры-самовушки, окроме солиста Алексея, которые играют на четырех инструментах. Специально до конкурса молодые люди написали свою первую авторскую песню «Сон твой». Да, мы самые простые ребята, которые собрались воедино и творим музыку. Все просто. Собрались, была точнее поставлена задача, что нужно отыграть достойно. С ребятами все выполнили. Просто после учебных занятий собираемся вместе. Это не приносит нам никакого убытка, только пользу. Получаем удовольствие от этого всего. Фестиваль проводится разу два года. Селета арт-вокации просветили 75-й годовине «Возволения Беларуси» от фашистских захопников и Году малой родимы. Индивидуальные веконавцы и коллективы споборничали в хореографичном, вокальном, фольклорном, инструментальном и театральном жанрах. По передних отборочных турах приняли удел больше 5 тысяч наученцев, которые представляли 51 установку профессийно-технической и средней специальной эдукации в области. Тысяча из них получила шанс выступить перед Республиканской комиссией на трех пляцовках – танцевальные, инструментальные и концертные. Самым массовым номером стало выступление наученцев педагогичного колледжа им. Мы рады этому, что мы начинаем, потому что за последнее время дважды Гомельщина была отмечена высшей наградой гран-при арт-вокации, и мы уже дважды получали этот гран-при. Гомельщане не собираются отдавать свою награду и надеемся на то, что мы так же хорошо сработаем и в этом году. И хотелось бы, чтобы мы получили еще раз, еще третий гран-при. Финал арт-вокации отбудется в мае. Ганна Корольчук, Валерий Хапанько, телерадио, компания Гомель. Азбуку юноха гомельчанина презентовали у областным центры. Проект включает у себя не только непосредный алфавит с незвычайными обозначениями литр, а и настольную гульню, книгу и электронную энциклопедию. Улику створальника у краизнавчей азбуки наставники и наученцы 67-й школы Гомеля, а так само батьки. Идая проекта належит супрацовнице Гомельского городского центра додатковой адукации «Дятей и молоди» Людмиле Прыскока. Постер азбука представляет собой плакат, на яким каждой литрой алфавиту отповедая значная гисторичная падея, теплый объект, славутость Гомеля. В настольной гульни выкористовываются картки заданий по истории города. Книга расповедает о обтековых фактах с минулого и сучасного життя областного центра. Такий гульневый способ знакомства с родным городом подыходит не только для першоклассников, которые выучают литры, но и для людей самого розного взрослого. Был большой перечень объектов города, поэтому, выбирая уже те, которые мы поместили непосредственно в эту азбуку, мы смотрели, чтобы отобразить различные отрасли. У нас на сегодняшний день, как бы, азбука, есть еще несколько вариантов азбуки. У нас может быть азбука в персоналиях, у нас может быть азбука, которая посвящена только теме Великой Отечественной войны, это может быть азбука, которая может касаться исключительно, допустим, там, православной истории нашего города. В других городах и в других странах я такого проекта не видела, мне эта идея очень понравилась, мне захотелось, чтобы она была реализована, поэтому мы ищем инвесторов, мы ищем тех людей, которые бы взялись нам помочь реализовать его, чтобы можно было любому гомельчанину или гостю города купить, приобрести в книжных магазинах, в музеях такую азбуку. У музея истории города Гомеля вы решили подтримать проект с правой. Подчас весновых школьных каникулов тут организовали одноименную квест-гульню азбука юного гомельчанина. Она различена на наученцев пятых-шестых классов, однако в музее упевнены, что смогут зацикавить и батьков школьников. Дитячий баскетбол у нашей области выходит на новый уровень. Сначала у Гомеля появилась школьная баскетбольная лига, а потом гомельчанка София Каменева перемогла в фестивале баскетбольного майстерства «Крок у будущего». Чем живет этот вид спорта в нашем городе, доведалася Вероника Гамзюкова. В этой зале тренируется больше как 20 хлопцев и всего 5 девочек. Правда, сейчас их присутствует только София Каменева. Миновата она перемогла в первом фестивале баскетбольного майстерства «Крок у будущего». Она одна из самых перспективных спортсменок. Как означают тренеры, если София не кинет занятки, мы про ее еще не раз почуем. Сама спортсменка равняется на Леброна и Марец трапит у NBA. Мы играли игру один-на-один. Я заняла второе место, потому что там была девочка выше меня. Очень сильная. Но из-за того, что я заняла первое место в четырех станциях, у меня первое место. До речи, София еще удельничает и в школьной баскетбольной лизе. Это проект, аналогов якому в Беларуси нема. Ягумета притягнуть детей до занятков баскетболом. Первый этап турниру скончился. Зараз проходят другие. Это очень важное соревнование. Оно у нас впервые в таком формате и на таком уровне. Это очень профессионально. Думаю, что пройдет год-два, и ребята просто будут в группе болт-наполняемости и будут проситься все заниматься баскетболом. Потому что это интересная игра. Если это будет не закончиться, а будет каждый год. И каждый год мы будем омоложать эту школьную лигу, чтобы детки, может, раньше начали играть. Но мы надеемся на всплеск популяризации баскетбола. Это спортсмены с 2007-2009 года народжения. Но у них уже есть досягний национальных стартах. В прошлом году на чемпионате республики хлопцы заняли другое место, а девчонки – третье. Узрослый добрый. При правильной работе с них можно выхивать резерв сборной Беларуси. В «Красовику» гомельчан чекает финал школьной баскетбольной лиги и полфинал дорослых чемпионатов Беларуси, в котором Гомель будет сбораться за 5-8 место. Чекается и широкий встреч в рамках славянской баскетбольной лиги. Команда нашего города в этом турнире сборается за 6-7 место. А главный соперник – Брест. Вероника Гомзюкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Чарговая программа проекта «Большим спорт» выйдет в эфир у неделю 24-го саковика. Головные герои выпуска – чемпионы Беларуси по легкой атлетыце Денис Близнец и Юлия Костючкова. Они признаются, что бег – это большая часть жизни, а стадион заменяет родный дом. Глядите программу 24-го саковика у 20.45 на телеканале «Беларусь4Гомель». ГТ, а так само иншие новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Пленных вам выходных джон и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова